Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Шамова. По традиции каждую неделю мы встречаемся с известными людьми нашего города и делаем книжные обзоры в программе «Да». Сегодня у нас гость Егор Поспелов, член Общественной палаты Кировской области, исполнительный директор Кировского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и просто активный гражданин и общественный деятель. Егор, привет! Всем добрый день! И сегодня мы говорим о книге «Месяц на пределе. Как я жил и тренировался со спецназовцем». Автор Джесси Ицлер, издательство «Миф. Рекомендованный возраст 18+. Вариантов у нас с тобой было много. Какую представить книгу, но выбор был сделан в пользу «Месяц на пределе». Почему именно она? Ну, как ты помнишь, мы начали рассуждать, ты мне сказал, что нужно деловую книгу выбрать. Я не хотел идти по классике и просто по ораторству или просто по какому-то отдельному пункту прокачивать какой-то навык. На мой взгляд, у нас всегда огромный ресурс у человека, и нам нужно раскрывать этот ресурс. И вот мы три книжки выбрали, причем, кстати, все из разных, одна по истории, другая была больше такая на веру, и третья вот больше спортивно именно на раскрытии и показывает, какой потенциал у человека есть. И, на мой взгляд, читателям будет гораздо интереснее именно эта книжка, потому что, ну, сейчас особенно в преддверии весны, все захотят активности, особенно спортивной, и я думаю, что это, ну, прям актуально. Давай расскажем об авторе книги. Это репер с телеканала, предприниматель и марафонец. Он почувствовал, что жизнь вошла в колею и решил встряхнуться. Тренировался под руководством, и, прожив месяц на пределе, Ицлер получил гораздо больше, чем мог предположить в начале. Изменилась не только его физическая форма, но и взгляд на мир и самого себя. Есть у тебя примеры, кто также смог выйти из зоны комфорта? Ну, я даже могу привести свой пример. Я не раз оступался, не раз был в таком состоянии, что мне было тяжело начать, но именно спорт мне всегда помогал взбодриться. Какое бы у меня плохое настроение не было, и когда я говорю о том, что я уезжаю на велосипеде пару часов покататься или побегать часик для того, чтобы отдохнуть, иногда это вызывает улыбку, ну, или какое-то недоумение. Но это действительно так. Эмоционально мы иногда настолько устаем, что побыть наедине с собой, крутя велосипед или бегая, это отличная возможность привести мысли в порядок. И именно бег мне помогает концентрироваться, и у меня приходит очень много мыслей. Когда я бегаю, у меня практически по работе приходит очень много мыслей именно во время бега. и я очень страдаю, когда я не занимаюсь спортом, как сейчас. То есть у меня была осенью травма тяжелая, и потом я заболел, и вот сейчас вот только я буду возобновлять. И я верю, что мне это тоже поможет взбодриться, и сейчас у меня новый проект, в который мне нужно очень сильно погрузиться. И там требуется огромных человеческих ресурсов. И как раз вот мы вспомнили об этой книжке, я ее, естественно, сегодня утром взял и полистал. И мне это поможет тоже взбодриться и быть больше эффективным, так сказать. И про автора я бы хотел добавить, что вот у него как раз было такое состояние. У него чуть-чуть была, конечно, другая ситуация. Он достаточно состоятельный, богатый человек. У него все устаканилось, и как он тоже писал, очень часто было лень встать с дивана и что-то сделать. И именно вот эта ситуация ему позволила, ну, как-то изменить себя, изменить подход вообще даже к жизни, к детям, к жене, к своему бизнесу. Он понял, как нужно концентрироваться в том моменте, в котором ты сейчас находишься, потому что вот там очень много примеров он приводит, тренировок, очень много приводит ситуаций, в том числе и даже комичных, которые его тренер приходит в кабинет во время серьезного совещания по бизнесу и говорит, прямо сейчас нужно отжаться 120 раз. И он в белой рубашке, у него мысли не о том, и он не понимал, как так можно быстро перестраиваться. Но он научился этому, и это ему помогало. Он резко и быстро концентрировался на каком-то определенном моменте, потом резко точно так же перестраивался на другой момент, и это ему позволяло быть более эффективным. Даже супруга, да, у автора книги сказала, «А можно я тоже буду заниматься точно так же?» Ну то есть настолько вот это и был яркий пример, что действительно получилось. Да, и это была не разовая акция. За Джесси Ицлером я посмотрел потом, после прочтения, и действительно человек настолько увлекся профессионально, можно сказать, уже спортом. Хотя когда эта вся ситуация проходила, ему было уже за 40. Ну то есть для понимания зрителей, это там не 20, не 25 лет, когда ты можешь спокойно переносить такие нагрузки. А это уже как бы человек не молодой был. И когда он прошел этот, так сказать, курс, они стали хорошими друзьями, и он продолжил тренироваться, может быть, не в том же темпе, но не менее с энтузиазмом. А вообще история этой книжки, как она мне попала в руки, ее я сам не находил ни по отзывам, ни по рекомендациям. Ее мне порекомендовал брат, он ее начал читать, он спортом и так занимался. Но он сказал, что он говорит, Егор, это прямо твоя книга, вот сейчас я ее дочитаю, тебе дам, читай. Потому что и он сам просто рассказывает, что каждый день начал отжиматься. И еще больше спорта у него стало. Я думаю, ну надо, если брат рекомендует, он меня хорошо знает, поэтому я думаю, надо почитать. И действительно, то есть на меня она тоже произвела такое хорошее впечатление. И читая такие книги, вот как я всегда говорю, что нужно всегда смотреть и читать между строк. Эта книга не только о спорте, это как раз книга о человеческом ресурсе, что у нас его безграничные просто просторы. И ведь спортивный человек, когда он понимает свои пределы, он может намного больше работать, намного больше делать, успевать дел. И ведь действительно, когда я в хорошей физической форме, я спокойно работаю до 10 до 11 без потери концентрации. То есть я могу читать сложный текст, составлять какие-то письма, что-то думать и так далее с утра и до вечера. И ведь это будет полезно абсолютно всем, я думаю. Да, если посмотреть по книге, она написана в формате дневника. Это ровно 31 день. И там время есть, где он занимался и в 23.00, и в 6 утра. То есть там совершенно разные такие часовые моменты получились. Да, если для сравнения, давайте вот приведем пример. Если в начале книги автор бегал 56 минуты 4 секунды, в темпе 50-48 на километр, и спустя темп его составил 4-48 на километр. Потолок подтягивания в начале книги это было 17 раз, а в итоге ледяное озеро, 100 подтягиваний и 300 отжиманий. И это всего лишь 31 день. Хотя говорят, да, привычка вырабатывается за 21 день. У него не только привычка, но еще и она развилась там просто 30-ти кратно. Да-да-да. Но самый еще важный момент, что кроме физических показаний, Джесси Ицлер решил пересмотреть образ жизни, свести гардероб к 30-ти предметам одежды, ненужное выкинуть из жизни, удалять залежи электронных писем и перестал кидаться отвечать на любые заданные вопросы. Немного молчания ощутимо сохраняет энергию. У нас есть в программе традиции. Вопрос следующему гостю задает, кто был на прошлой программе. Вопрос от Елизаветы Марасановой звучал так. Свой вопрос подсмотрела у автора книги Сьюзи Ходж. У нее есть книга, которая называется «Почему в искусстве так много голых людей?» Рекомендованный возраст 6+. И Елизавета хотела бы задать этот вопрос следующему гостю. Почему в искусстве так много голых людей? Даже не знаю, очень интересные вопросы. Я не знаю. Наверное, смотреть, какую красоту оценивать. И голое тело тоже своеобразная красота. Ведь обожание противоположного пола всегда является таким неким... Возведено это в такой ранг, что действительно... Ну и красивое тело это всегда, как это сказать правильно, не воодушевляет, вдохновляет и заставляет двигаться дальше. Если это противоположный пол, то восхищаться этой красотой. А теперь твой вопрос следующему гостю. Чтобы себе человек пообещал и запланировал на этот год и спортивного. Но чтобы это было за гранью его понимания на данный момент. Если он бегает спокойно, думает, что пробежит 10, чтобы он запланировал 20 километров. Ну и из его... Что ему больше нравится? Может, он на каяке плавает? Спасибо большое. Сегодня мы познакомились с книгой «Месяц на пределе» автора Джесси Ицлер. Осторожно! После прочтения этой книги можно обнаружить себя на тренировке в 6 утра. С вами были Ксения Шамова и Егор Поспелов в программе «Да». Всем пока! Да!